Одна земля, одна семья. Девиз Большого субботника, который 29 апреля пройдет во Владивостоке. Основная цель подобных мероприятий заключается не только в том, чтобы сделать излюбленные места отдыха чище, но и сформировать определенную культуру отношения горожан к природе. С чего начать и как развивать экологическое воспитание, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня представители компании по переработке и утилизации пластиковых отходов Александр Гнатенко и руководитель отдела по связям с общественностью Антон Куклин. Здравствуйте. 2017 год, как известно, это год экологии, и более 200 мероприятий, проектов будут реализовывать у нас в стране в этом году. Некоторые, безусловно, нацелены в первую очередь на то, чтобы воспитать у горожан необходимость следить за собой в первую очередь и убирать, да, элементарно после отдыха за собой какую-то пластиковую посуду и так далее. Вот я думаю, что, наверное, у нас в городе, как и во многих других городах страны, это проблема номер один как раз. Нужно начинать с себя, правильно? Ну, естественно. Это, наверное, самая главная проблема. Начать с себя всегда. Проблему в себе искать. Ну, вы действительно правильно сказали, что 2017 год – это начало масштабного изменения, в принципе, в Российской Федерации. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Дело в том, что, не могу сказать за всю страну, но в рамках города Владивостока и Приморского края мы можем наблюдать весьма плачевную ситуацию с нашей экологией. Место, где мы устраиваем субботник, 29 числа, в частности, это лес за заводом «Варяг». И мы, когда приехали на место, обнаружили чудовищную свалку. Сам по себе знаю, что это одна из любимейших зон отдыха наших горожан. Мы встречали там и мам с детьми неоднократно. Но, знаете, самое, что интересно, на вопрос, почему же, собственно, так много мусора, никто не может дать однозначного ответа. Потому что поведение толпы, оно всегда остаётся поведением толпы. И личная ответственность каждого человека здесь, как правильно сказал мой коллега Антон, это наиболее важный фактор. То есть наше воспитание, воспитание наших детей, что мы передаём будущим поколениям. Не только непосредственно землю, но и также те морально-этические нормы поведения. Что мы делаем? Можем ли мы позволить выкинуть себе отходы нашей жизнедеятельности по принципу средневековья за окно? Или всё-таки мы будем пользоваться благами цивилизации? В принципе, в этом аспекте и происходит наша деятельность. То есть мы стараемся увеличить и расширить инфраструктуру нашего замечательного города, для того, чтобы у людей появилась эта возможность. Утилизировать отходы правильно. То есть я сейчас говорю конкретно о селективном сборе отходов. Мы занимаемся непосредственно утилизацией и переработкой пластиковых изделий. Я думаю, что мы чуть позже поговорим о том, насколько всё-таки это вредно для экологии, и что же это представляет на самом деле в масштабах города, как минимум города. Потому что мы, если начнём говорить о проблемах, скажем так, всей России, ну, 25 минут точно не хватит. Я с вами абсолютно согласна. И предлагаю как раз действительно продолжить тему утилизации чуточку позже, а пока всё-таки, наверное, вернуться к мероприятию. Да. С того, с чего, собственно, и нужно начинать бороться с проблемой загрязнения окружающей среды. Итак, 29 апреля, в субботу, в лесу Новоряги, всем известным, пройдёт... Всё, начало в 10.00. Начало в 10.00 пройдёт замечательный, интересный, даже не побоюсь этого слова, субботник. Расскажите о нём подробнее, пожалуйста. Получается, будет он начало в 10.00. У нас очень интересная программа, там будет концерт, будут выступать музыканты у нас наши местные. Потом показ моделей. Они будут показывать... Неожиданно. Из пластиковых бутылок, из стаканов. Ну, кто как, креативно все подойдут к этому вопросу. А вот, потом у нас будут там фокусники, полевая кухня. Такая интересная шоу-программа для того, чтобы не только люди, ну, просто пришли, убрались и всё, да, чтобы какой-то праздник даже был. Праздник экологии, да, чтобы он был приятный, они радовались всему этому. Дети, чтобы пришли, им было там чем заняться, чтобы они видели, что... Вообще, наш посыл – донести людям охрану окружающей среды. Вот этот год, да, он у нас есть, год экологии, чтобы детей, взрослых всем показать, что нужно охранять природу нашу. И все вот эти вот шоу-программы, всё это, чтобы у людей больше интереса это вызвать, привлечь их вот эту массовость. Да, действительно, я с вами соглашусь, что у нас есть такой достаточно серьёзный повод в 2017 году воспользоваться тем, что происходит в глобальных масштабах сегодня в стране, имею в виду различные программы, о которых я говорила ещё до этого, да. Ну, вот хочется также отметить, что проблема-то заключается ещё и в том, что сегодня волонтёры пришли, убрали, собрали, сделали место чище и краше, а завтра пришли новые люди и вновь загрязнили это место. Есть такое... На этот счёт, как Антон правильно сказал, мероприятие планируется не только для привлечения, развлечения и уборки, но в рамках этого мероприятия мы хотим заложить, так сказать, дать старт непосредственно для нашего города. Пусть это будет маленькое место, лес, новоряги, хорошо, но мы оставим после себя благоустроенные зоны отдыха непосредственно в этом лесу. В меру сил своих возможностей, но это будет не одна-две единицы, этого будет, в принципе, достаточно. Мы нещадно будем пользоваться своим положением, будем всевозможно помечать эти зоны отдыха и будем просить людей правильно утилизировать отходы и приуделять огромное внимание непосредственно мусору, так или иначе. А можете уже поделиться этими идеями? Наверняка это что-то интересное, креативное. Да, безусловно. В зону отдыха будут без себя представлять столы, лавки, где будет непосредственно принтом нанесено логотип нашей компании и призыв, потому что, уважаемые люди, пожалуйста, следите и правильно утилизируйте отходы своей жизнедеятельности, в частности, своего отдыха. Пользуясь случаем, я ещё раз прошу, пожалуйста, будьте внимательны, воспитывайте своих детей правильно. Вы сказали, что начало субботника в 10 утра. Да. Все знают приблизительно, где находится этот лес, я так думаю, это не проблема его найти. Кто может прийти и что может быть при себе иметь нужно для того, чтобы стать частью? Мы максимально упростили эту задачу. Получается, у нас будет организован транспорт, автобусы большие, они будут по 50 мест. И мы даже более того, что всех ждём, кто своим ходом будет добираться, мы также можем предоставить автобусы. Они будут ходить по городу, вторая речка, луговая, ну, максимальное количество районов. Начинают с луговой, луговая, центр, завод Варяг, как минимум один автобус будет ходить. Да, они начинают с утра свою работу до мероприятия, привозят людей, и развоз будет также осуществлён. То есть людям не надо будет думать, как же туда приехать, трудности какие-то. Всё сделано для максимального удобства, чтобы привлечь самое большое количество граждан, неравнодушных к нашей природе, чтобы все смогли присутствовать. В некоторых домах уже достаточно давно организован раздельный сбор мусора. Стоят специальные контейнеры. Иногда это просто контейнеры под пластиковые отходы. Иногда это контейнеры под стекло в том числе, под батареи. Иногда и то, и другое, и третье. В общем, ну, так или иначе, мы уже начинаем как-то к этому привыкать. Ну, потихонечку. Потихонечку, да. Потому что, конечно, во многих странах это уже, как говорится, на каком-то даже законодательном уровне происходит. У нас, к сожалению, пока что на уровне сознания, сознательности граждан какой-то. Вот давайте поговорим на этот счет. Насколько действительно эффективен-то все-таки этот раздельный сбор? Вопрос, наверное, нужно конкретизировать эффективен в какой отрасли? В экономической, с точки зрения бизнеса, либо в рамках экологии для окружающей среды? Конечно, я думаю, что в рамках экологии для окружающей среды. Хотя и про бизнес тоже стоит, я думаю, сказать. С точки зрения бизнеса, я думаю, что сейчас не имеет смысла говорить, потому что это, с одной стороны, коммерческая тайна, но это дотационная сфера, по большому счету. С точки зрения экологии, как вам сказать, вот если мы не будем убираться в квартире, ну, в принципе, не будем убираться в квартире, там мусора будет достаточно, наверное, скопиться, если мы перестанем выносить ведро, вот, по большому счету наш город – это наша квартира. То есть если мы перестанем из города, скажем так, из квартиры, да, выносить мусорное ведро, оно начнет, как минимум, неприятно пахнуть. То же самое происходит и с нашими территориями, которые непосредственно отведены под свалки. Но есть одна очень важная особенность. Дело в том, что электроприбор, ну, непосредственно батарейки, да, энергоносители, ртутно-содержащие препараты, в частности, пластик, стекло и металл, у них есть, скажем так, срок разложения. И он настолько чудовищно велик, что боюсь, что наши внуки еще будут ходить по этому пластику. В частности, если у нас стекло более или менее может обмыться, да, то с пластиком, с учетом того, что это все-таки продукт нефтяной отрасли, мы имеем микросмывы. То есть, так называемая мировая, подчеркиваю, мировая проблема микропластика. После выпадения осадков всевозможных, просто летом, схождение снега осенью, вернее весной, у нас с пластика появляется смыв, который уходит в грунт. И он там накапливается. То есть, соответственно, мы в итоге употребляем воду, растения, которые растут из всего этого, и самое главное, это отрасль моря, гидробионты, которые все это дело впитывают. Опять же, мы едим эту рыбу, мы живем возле моря, мы один из самых замечательных городов возле моря. Но мы не задумываемся об этом. Но потом мы удивляемся, откуда различные болезни. Абсолютно верно. Потому что у нас существуют, допустим, нормативно-правовые акты в области утилизации, скажем так, ртутных, ртутно-содержащих элементов и, соответственно, препаратов. Но у нас нет нормативных актов, которые к чему-то могли бы обязать структуры, которые занимаются утилизацией всего остального. То есть, они подразумевают, что есть опасные отходы, которые несут вред здоровью сию секунду, грубо говоря, здесь и сейчас, как, допустим, пары ртути. Но никто не задумывается о перспективах, к сожалению, что будет через 10-15 лет. То есть, последствия с 93-го года, как только у нас произошла перестройка, и пластиковая посуда, тара, и все остальное хлынули из запада на территорию России. Вот с 93-го года мы сейчас уже начинаем испытывать последствия этих дней. Проблема уже налицо. А что будет дальше? Природа будет накапливать все больше и больше. А вот давайте сейчас сделаем небольшую паузу и после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проблемах экологии. Александр, мы прервались на очень важной теме. Это тема переработки и вреда пластиковой посуды, ну и не только вообще продуктов из пластика. Давайте продолжим наш разговор на эту тему. Ну, прервались на паузу, скажем так, на пессимистичной ноте, но, слава богу, не все так плохо на данный момент. Мы обладаем ресурсами и возможностями перерабатывать весь, абсолютно весь пластик нашего города во вторичное сырье, как минимум. И в планах есть, скажем так, наметки на изготовление из этого вторсерия продуктов, товаров, скажем так даже, продуктов, которые будут выпущены на рынок по специальным ценам. То есть мебель или еще что-нибудь, что будет непосредственно доступно. Но есть самая большая проблема, с которой мы на данный момент сталкиваемся. Нам необходимо, чтобы этот пластик попал к нам. То есть попал как минимум в специализированные контейнеры и опять же мы возвращаемся к законодательству, что, к сожалению, мы не можем обязать управляющие компании устанавливать их возле каждого дома. Поэтому мы вынуждены обращаться к каждому гражданину нашего города и страны о том, что как-то попросите вашу управляющую компанию, чтобы все-таки такие контейнера появились. А со своей стороны мы гарантируем вывоз, утилизацию, переработку и дальнейшее, скажем так, как устранение именно этого сегмента проблемы с нашей экологией. Да, и я хочу добавить, что действительно в тех домах, в которых присутствуют эти контейнеры, они ведь переполнены. То есть люди, им не лень, выкидывая мусор основной, в другую сторону отбросить ту самую пятилитровую канистру воды, пустую и так далее. То есть просто следует, наверное, действительно задуматься в более масштабных целях, задаться этим. И все будет в порядке, с этого стоит начать. Не надо думать, что у нас все люди поголовно 100% никаким образом не реагируют. Нет. Это не так, абсолютно. Абсолютно с вами согласен. Нет. Мы благодарим тех людей, которые уже прониклись этой проблемой, которые воспитывают в данном ключе своих детей. Являясь отцом двоих детей, я тоже стараюсь это делать. Вот. И, соответственно, я думаю, что не все потеряно, и все будет хорошо. Именно в этом. Вот к слову о воспитании детей, Антон. Я знаю, что вам есть что добавить. Да, дети – это мое самое главное. Я уже много лет с ними работаю, и на всех мероприятиях, которые мы проводим различного формата, мы стараемся в игровой форме, где-то, если дети более взрослые, уже в мусной форме, произвести такую небольшую закладку об экологии, о том, что мусор необходимо сортировать. Для маленьких деток это, конечно, какие-то игрушечные батарейки, какие-то бутылочки. Обычно же как в семьях бывает. Мама там с папой сидят дома, сыну там, дочке, не важно, сходи, выкинь мусор. И ребенок идет, раз выкидывает. И вот если ребенок уже будет знать с самого детства, что, блин, типа я бутылку сейчас в отдельный контейнер, ее везут, переработают, получится доски для, не знаю, для школы, ну там различные продукты. Ну это, ну как минимум, этот маленький вклад в совокупности с каждой семьей, с каждым человечком, с каждым ребенком, ну спасет хотя бы наш город от загрязнения. Ну и, конечно, уже можно будет потом на всю Россию повлиять. Масштаб большой, но... Поколение это вырастет? Да, поколение вырастет, нет ничего невозможного. То есть мы же выросли, впитали всякие культуры, там, запады, не знаю, там, фильмы, одежды, там, всего вообще. Почему мы не можем впитать экологию? Можем, легко, только для этого нужно работать. И вот как раз мы проводим такие мероприятия, ознакомительные, воспитательные, ну посылы разные, где люди могут познакомиться. А все это сопровождается красивой программой, какими-то бонусами в виде, там, не знаю, пригласительных билетов в театр или так далее, то есть чтобы людям интерес был. Они придут, хотя бы если бы 5% останется, то, что мы скажем в голове, это уже будет хорошо. Это уже победа. И победа, мы потом будем развивать, семечко это вырастет, и получится дерево зеленое, красивое, без пластика. И к слову о том, что люди действительно отзываются на помощь, да, в том, чтобы сделать наш город и край, и вообще страну чище и лучше. Ведь у вас очень много людей, которые вас поддерживают, которые помогают организовать подобные мероприятия. Я ее правильно понимаю? У нас есть замечательная команда. Я бы сказал, что она в некотором роде даже уникальна. Мы все молодые люди, которым не все равно. Вот, может быть, я скажу глупость, да, но наше время это редкость. Человек, которому не все равно. Нам не все равно. Я надеюсь, что мы добьемся своих результатов на поставленном пути. Давайте вернемся еще раз к мероприятию. Может быть, вы расскажете чуть подробнее, как будет оно проходить от начала и до конца? Как делиться, да, по каким-то планам, в общем? На самом деле все очень просто. Что нужно, какие мы ресурсы предоставили? Автобусы, шоу-программа, полевая кухня, какие-то поощрительные подарки в виде конкурса, да, где люди могут поучаствовать, отвечая на какие-то вопросы, там, экологические, например, тематики. Что требуется от людей нашего города? Простое участие. Есть мой номер телефона, 8-914-364-8480. Можно в WhatsApp все написать, спросить, оставить заявку, чтобы автобус приехал в тот или иной район. Вот, их приедут, заберут. В 10 утра у нас начало. С 10 до 12 у нас будет концертная программа, конкурсы, розыгрыши. С 12 до часу по 2 у нас будет уборка территории. Но, опять же, она будет веселая, она будет помогать волонтеры, мы будем там ориентировать людей, координировать, куда что пойти. Мы должны набрать такую большую гору пластика, там, вот, и потом мы, конечно, вывезем. Мы должны собрать мусор, мусор, который там есть, не только пластики. Вот, потом у нас каша, мы, опять же, у нас веселье, там у нас показ моделей, все это мы посмотрим, все будет красиво организовано. Ну, и потихонечку начнется развоз. То есть мы не будем мероприятия настолько затягивать, чтобы тоже выходной день, вот, ну, максимальную ноту счастья в воскресенье мы подарим. Вот, это будет, как минимум, весело, интересно. Ну, используйте. В субботу, не воскресенье. В субботу. В субботу. В 29-го. Завтра. Завтра. В 10 утра на Варяге. В 10 утра на Варяге. Ориентир русской 98. Вы уже ранее говорили о том, что это, естественно, не единственное мероприятие, которое вы планируете провести. Может быть, чуть более подробно о своих планах расскажете? Если в планах есть. Как часто. Скажем так, планы есть. Часто это будет, как минимум, еще в скором будущем. Нам нужно понимание, скажем так, результатов наших трудов. Вот, как только мы поймем примерно, сколько же все-таки неравнодушных людей в нашем городе присутствует. Как только мы поймем это, мы начнем планировать следующее мероприятие уже под открытие купального сезона. Возьмем какой-нибудь пляж и начнем делать то же самое, что мы делаем здесь. Я надеюсь, мы будем это продолжать. Пока существует поддержка, мы можем себе это позволить. То есть, следующее, скорее всего, это будет пляж. Но, опять же, все зависит от результата. Сколько же все-таки в нашем городе неравнодушных людей данных проблем? Это самое важное. У нас их много, вот, поэтому я думаю, что все получится. И пляжи у нас очень тоже много. 128 штук, там, если по гуглу досмотреть. Вот. И везде ситуации прям вот, просто как пример, патрукал. Там есть три пляжа, получается, когда-то вы подъехали. С левой стороны мусорки, там вообще просто завалены всяким хламом. Дальше песчаный пляж, там тоже самое, та же самая ситуация. И район Басаргина. Вдоль набережной там раньше был красивый пляж, песчаный. Но сейчас там песка нет, куча камней, бутылок, травы, вот, всякой всячины. Это просто надо убрать сверху, и все, и там будет офигенное место. Вот как раньше было в моем детстве, когда мы там с Афонова шли через лес, там переходили, переходили на пляж, на песочек. Вот. Ну, это как пример. Ну, и таких вот мест у нас прям десятки по городу, да. Казалось, помочь надо. Все-таки, наверное, стоит сказать, что наша компания, да, сколько бы мы программ не делали, сколько бы мы лет не объявляли чистыми, 17-18, даже, там, 20-25 год, пока это не будет для человека настолько же естественно, как дыхание, правильно, как минимум убирать за собой, в идеале все-таки заниматься селективным сбором. То есть от себя, да, на пляжную зону мы обязательно поставим спецконтейнера для пластика. Мы разговариваем с нашими коллегами о появлении таких же контейнеров тоже в зонах общественного отдыха. Но если они будут оставаться пустыми, к сожалению, это никоим образом не повлияет на ситуацию. Поэтому все же необходимо начинать с себя. Это самое важное. А еще, мне кажется, иногда стоит не пойти и не купить этот лишний комплект пластиковой посуды той же самой, а просто завести себе какой-то постоянный набор для выезда на природу, например, правда? Ведь это не так сложно. Ну, поможешь ты ее один раз там в неделю, когда выезжаешь на природу. Да, это не сложно. Это тоже проблема. К сожалению, приучили пластиковую посуду. Все привыкли, едешь, все, надо пластиковую посуду. Эту привычку, конечно, сложно будет искоренить. Но дело времени. Мы с этим работаем. Но, опять же, у нас зачастую с нашей погодой, которую можно приравнять к лондонским климатическим условиям, мы не знаем, будет завтра солнце или не будет завтра солнце. Зачастую вот эти пикники не спонтанны. То есть семья увидела, отлично, солнце. Все, мы идем в лес, на пляж, едем. И держать комплект посуды, потому что у нас сумасшедший темп жизни. Мы постоянно, как родители, работаем и выкраиваем время для того, чтобы находиться совместно с семьей. Никуда мы не денемся от разовой посуды. Ну, это невозможно. То есть, кто постоянно может позволить себе планировать этот отдых, у них есть все. Нет, правда, есть такие люди. Да, безусловно. Хорошо, что они есть. Не боюсь. Безусловно, да. Но, к сожалению, от этого одеться не получится. Поэтому нужно вот просто чуть-чуть следить за этим моментом. Собрали в пакетик, выкинули. Причем максимально принимаются заявки, все. То есть, места какие-то делают, там люди видят загрязнение этих пластиковых. Все же ставятся на бесплатной основе, никто денег за это не просит. Там управляющие компании могут обращаться. То есть, никто все обсуждается в форме, в устной. Не надо заморачиваться по поводу писанины, бумажек, каких-то коммерческих предложений. Просто позвонить, сказать, мы подъехали, обсудили, посмотрели, поставили и сами же увезли. Тут вообще мы прям максимально постарались облегчить вот эту задачу, чтобы люди не заморачивались. Ну и все-таки я рекомендую в завершении нашей программы приобрести себе эко-сумку, так называемую, вместо пакетов. Все же. Что тоже, кстати, вот это совершенно несложно сделать. Вполне. И ходить с ней в магазин, и не каждый раз складывать это в новый пакет. И загрязнуть этим самым природом. Я с вами целиком полностью согласен. Как минимум, мамы с детьми, которые на хрупкие плечи матерей, когда эта ситуация ложится с покупками и хождением по магазинам, да, эко-сумка вполне будет рентабельна со всех точек зрения. Вот и пусть малюсенькое, но решение проблемы. Да? Да. Что ж, нам пора заканчивать наш разговор. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, за то, что вы делаете. И вам большое спасибо. Надеюсь, что еще увидимся у нас в программе, и вы расскажете нам про очередное мероприятие. Спасибо вам большое. И напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова